Приветствую, друзья! Меня зовут Кирилл, и сегодня мы посмотрим на коробку передачи вот этого замечательного мотоцикла, набор LEGO Technic 42-130, который должен скоро появиться в продаже. Начать хочу я со слов благодарности. Спасибо вам огромное за ваши комментарии под обзором этого набора. Благодаря вам я теперь знаю, что вот эта штучка – это задний тормоз, знаю правильную последовательность переключения передач в реальных мотоциклах. Ну, в каких-то областях я немножко разбираюсь, в каких-то областях у меня пробелы, и вот по части мотоциклов, да, я про них мало что знаю на самом деле, и я очень рад, что ваши комментарии в таком обычно позитивном ключе, и я узнаю регулярно из них что-то новое, и это здорово. Конечно, бывают исключения, когда там, не знаю, человек, который всю жизнь настраивал маневровые двигатели шаттла, ну, я сейчас только что это придумал, пишет там мне, ты дебил, сначала разберись, как это работает, а потом снимай видео. Ну, такие исключения бывают крайне редко. Обычно, действительно, все комментарии позитивные, и я с удовольствием узнаю из них что-то новое. Спасибо вам огромное за это. Ну, и теперь, вооружившись новыми знаниями, я могу сказать, что я понял, почему они сделали такую коробку передач. Нет, я не говорю, что она правильная, я говорю, что я понял, почему они так сделали. Обычно я всегда считаю передаточные числа от двигателя к колесам, как это в реальных машинах, как это в реальных мотоциклах. Они же просто взяли за вход колесо. То есть, они инвертировали логику, у них ведущее это колесо, а двигатель это ведомый вал. Это логика, но она как бы обратная реальной жизни, да, но с точки зрения наглядности, да, она может быть применима. И действительно, тогда у нас получается первая передача, нейтраль, вторая и третья. Тут, в общем-то, даже претензий бы не было, если бы они об этом написали. Если бы они действительно написали, что да, вот с точки зрения наглядности мы сделали так. Реально коробка так работает, и наша коробка вот работает соответствующим образом. И никаких вопросов бы не было, но они нигде об этом не написали. И, как я говорил в обзоре, они вообще нигде ни слова про функции не сказали. И это вызвало большое количество вопросов. Но все-таки сегодняшнее повествование я буду вести с точки зрения логики работы реальных мотоциклов. Основной кусок видео был записан до выхода обзора и вообще до завершения сборки мотоцикла. До завершения первого этапа сборки мотоцикла. Потому что, чтобы разобраться в коробке, она мне нужна была в открытом виде, а она к концу первого этапа вся закрывается. Но я пересмотрел этот кусок, который был снят задолго до момента записи вот этого видео. Там ничего криминального я вроде не говорю. И, в общем-то, логика, она более-менее там прослеживается. Ну, единственное, наверное, самое криминальное, что я там предложил, это я предложил вариант коробки передач задней передачи. Да, я, в общем-то, и не подумал, что у мотоцикла может и не быть задней передачи. Ну, тоже, опять-таки, с познавательной точки зрения ничего плохого в этом нет. Ну, еще маленькое лирическое отступление. Мы уже, наконец-то, начнем. Часто под такими видео про раздаточные коробки, и особенно про коробки передач, пишут, что, а зачем вообще в модели, в которых нет мотора, коробка передач? Ну, вот реально, зачем она нужна? Ну, вот с точки зрения демонстрации модели на полке, она вообще не нужна. Я абсолютно с этим согласен. А нужна она только для одного. Лего техник, исторический, там, с 80-х, с конца 70-х. Это была всегда серия про механизмы, про функции. И она позволяла посмотреть на вот таких моделях. Ну, не на таких, а сначала на гораздо более простых, как работают реальные механизмы. И вот только за этим нужны коробки передач вот в таких моделях, чтобы можно было посмотреть, разобраться и понять, как работают реальные машины, реальные мотоциклы, там, подъемные краны, все что угодно. Эта функция, она исключительно познавательная для того, чтобы изучать мир окружающих нас механизмов. Больше эта функция, да, действительно вообще не нужна ни зачем. Давайте сначала посмотрим на оригинальную коробку лего-модели. Тут ничего не укреплено, потому что как только появляются укрепляющие элементы, по сути, вся коробка скрывается внутри, и будет совсем ничего не понятно. Двигатель, это я всегда считаю за вход, как бы, да, как в реальной машине, хотя в моделях лего по сути-то наоборот. Идет от вращения колес в вращение к двигателю. Но все-таки с точки зрения логики, я всегда за точку отсчета считаю макет двигателя. И вот у нас пошел привод на вот эти четыре шестеренки. Две красные и две серые. И две серые шестеренки, это как раз-таки два вала, два входных вала нашей коробки передач. Красные шестеренки просто промежуточные. Как мы знаем, они свободно вращаются на осип, потому что у них круглое отверстие. И таким образом у нас два вот этих входных вала, они вращаются с одной скоростью и в одном направлении, что бы мы ни делали. И на этом, я думаю, мы можем перейти к упрощенной модели. Я выкинул, ну вообще, все, что можно выкинуть. Выкинул сложный механизм переключения. Ну, кстати, да, можно, наверное, про него чуть-чуть поговорить. Он очень похож на то, что было в Lamborghini и в Bugatti. 24-зубой шестеренка, на ней 4 шайбочки и 2 коннектора. Вот они здесь оранжевые, ну, в моем варианте упрощенные красные. Они толкают эту шестеренку и поворачивают ее каждый раз, за каждое нажатие на 90 градусов. Ну, тут этому способствуют всякие подпружинивающие штуки. Во-первых, вот этот коннектор шариком фиксирует каждый раз промежуточное положение. Если я его уберу, то шестеренка будет возвращаться назад в начальное состояние и не будет никаких переключений происходить. Но как только появляется этот коннектор, он фиксирует каждый поворот. Дополнительно там еще есть один фиксатор. Здесь вот подпружиненный уголок. Он как бы еще дополнительно фиксирует вот эти вот положения под 90 градусов непосредственно вала, на котором установлен оранжевый переключатель. Ну, по сути, делает то, что я вот здесь колхозно сделал. Просто у меня коннектор тут вплотную, да, но за счет люфта я могу провернуть. Ну, вот так как бы с малым усилием не проворачивается. Вот так вот. Ну, тут это сделано при помощи балки. Ну, и тоже вот такого же коннектора с отверстием посередине. То есть здесь две резиночки и еще дополнительно вот этот вот резиновый, как бы, да, коннектор-соединитель, как у меня здесь, который как раз фиксирует вот этот вот шаровой фиксатор. Такая вот переключалка. Ну, пока что, кстати, да, на момент записи этих кадров модель еще до конца не собрана, но вроде он довольно стабильно работает. В Lamborghini весь механизм в целом, по-моему, у меня подглючил периодически. Ну, я не помню, была проблема в этом механизме или там более сложная просто была трансмиссия. Ну, и давайте все-таки для полноты картины я добавлю переключатель. Он у нас, получается, тоже будет поворачиваться только по 90 градусов, благодаря вот этим вот трем промежуточным, ну, назовем их шестеренки. Кнопы, по-моему, их называют. Ну, вот так вот они работают. Понятно, что здесь ничего не укреплено, поэтому могут быть как бы нестыковки, да, и отклонения от 90 градусов. Но в целом, вот, да, понятно, видно, все работает. Шестеренка вращается на 90 градусов. И все эти три штуки тоже, каждый вращается на 90 градусов. И наш переключатель тоже каждый раз либо включает какую-то муфту, либо выключает. Вот такая вот переключалка. Но я ее из своего макета выкинул, чтобы попроще было разобраться, что же вообще здесь непосредственно передает вращение от макета двигателя к колесам, ну, к заднему колесу. И к заднему колесу пойдет вращение вот с этого серого вала. Здесь у нас это вот этот вал с двумя серыми шестеренками. Один как раз связан вот там через вот эти вот все шестеренки, как раз как у меня. Вот они пошли красные. А со второй шестеренки пойдет цепь уже непосредственно на заднюю ось. Ну, я думаю, что на этом мы расстанемся с оригинальным макетом. И дальше уже будем говорить только о такой упрощенной модели. Ну, потому что, действительно, для понимания она намного пригоднее. Если собирать все по инструкции, то изначально коробка у нас стоит на первой передаче. И мы можем ее сильно упростить, выкинуть полностью вторую незадействованную муфту, потому что она никак, получается, не влияет на все остальное. И остается вот такая конструкция. Но она не совсем упростилась. На самом деле первая передача, да, здесь самая сложная. Остальные намного проще. Видите, что у нас получилось. Вот эта вот шестерня у нас сейчас активная. И она превратилась в серую. Она может вращаться только вместе с валом, на котором она находится. И теперь мы можем вот оставить вот этот вот вал входной только. Его вращаем. И видим, что выходной вал вращается тоже в том же направлении. Вот я вращаю по часовой стрелке. И по часовой стрелке вращается выходной вал. Вращение идет сюда. 12 на 20. И дальше через вот эти вот все 16-ти зубы шестеренки на выход. Вращать буду всегда по часовой стрелке. Что у нас происходит дальше? Дальше мы переключаем на 90 градусов. Переключатель. Активируется правая часть нижней муфты. 16-ти зубы шестеренка. И трансмиссия становится вот такой вот простой. 16 на 16 вот здесь с муфты. Вот они. И дальше в ряд еще 4 16-ти зубы шестеренки. Вот они там 4 в ряд видны. На тот же выходной вал. Как я говорил, две входные муфты вращаются в одном и том же направлении. Поэтому я продолжаю вращать по часовой стрелке. Выходной вал снова вращается по часовой стрелке. Но если в этом варианте у нас скорость выходного вала была меньше, чем скорость входного. 0,6 передачное отношение. 12 на 20. То здесь все шестеренки одинаковые. Поэтому входной и выходной валы вращаются с одной скоростью. Переходим дальше. Дальше неожиданно включается нейтраль. Не знаю, почему так сделали. Может быть, не придумали, как сделать по-другому. Ну, вряд ли у оригинала включается после второй передачи нейтрал. У оригинала вообще шестиступенчатая коробка, а не трехступенчатая, как здесь. Ну, на нейтрале нечего показывать. Можно что угодно вращать. И ничего с выходным валом происходить не будет. Потому что в коробке, ну, по сути, все отключено. Да, и здесь нет шестеренки. Нижняя муфта вся отключена. Никакого вращения, никакой передачи вращения не происходит. Ну, а дальше мы включаем последнюю синюю шестеренку. И это соответствует самой быстрой передаче. Теперь у нас снова нижний вал входной. И здесь у нас повышение 20 на 12. И все те же четыре шестеренки перейдут вращение на выходной вал. Продолжаем вращать по часовой стрелке. Все, все три передачи по-честному вращают вал выходной в одном направлении. И вот так вот это работает. И работает вроде бы нормально. Если бы не вот эта странная нейтраль вместо третьей передачи. Ну, и теперь давайте попробуем порассуждать. А можно ли это как-то легко исправить? Ну, во-первых, вот в такой конфигурации, как это сделано в наборе, я рискну предположить, что исправить это не получится. А конфигурация эта, видимо, так сделана из-за того, что нужно было вот компактно встроить механизм переключения передач. Давайте посмотрим, что у нас здесь имеется. В нашей раздаточной коробке, ой, коробке передач, две муфты. Вот они две муфты. Ну, вот как они идут, вот так вот, левая и правая. Я их также нарисовал. На одной муфте у нас первая передача и нейтраль. На второй муфте у нас вторая передача и третья. И, собственно, тут уже видно, что ничего не получится. Потому что после нейтрали никогда не может включиться первая передача. Муфты всегда у нас включаются попеременно. И, соответственно, после нейтрали всегда будет либо вторая, либо третья. Что бы мы не делали в таком варианте. Ну, а вот в заводском, так сказать, варианте, вот у нас сначала идет первая, потом вторая, потом нейтраль и потом третья. И все это еще, естественно, ограничено вот этим стопором, который не дает переключиться, грубо говоря, ниже первой и выше третьей передачи. Я в основном обзоре это показывал. Сейчас давайте тоже покажу. Вот у нас стопор, да. Дальше я не могу переключить. Сюда раз, два, три щелчка. И стопор снова уперся уже с другой стороны. Обратно тоже самое, три щелчка. Все, стопор в крайнем положении. Допустим, мы переставим стопор и начнем с нейтрали. После нейтрали мы попадем точно так же, как тут, но только в обратную сторону, на нашу, получается, вторую передачу. Сейчас, ну, пусть будет это первая, в которой все звездочки на 16 зубьев. Где она тут у меня была? Вот этот простейший макет, да. Пусть эта передача будет первой. То есть тут у нас с одинаковой скоростью вращаются входной и выходной валы. Дальше у нас на этом же валу с использованием вот этой вот синей шестеренки для коробки передач. Где она тут у меня? Вот она, да. Использована самая высшая передача. И, то есть, грубо говоря, если не пытаться изобретать новую шестеренку, а использовать только имеющуюся, то мы третью передачу тоже оставляем без изменений. 20 на 12. И, соответственно, нам надо что-то вклинить между передачей 1 к 1 и 20 к 12. Имеющиеся шестеренки позволяют нам сделать здесь либо понижение, что и сейчас есть в наборе, то есть будет тогда неправильная опять последовательность, либо 1 к 1, если мы поменяем вот эти шестеренки, тоже поставим здесь по 16 зубьев, тогда у нас будет дублироваться первая передача, будет нейтраль, первая, первая, вторая. Либо мы можем здесь поменять их местами, поставить тоже 20 на 12, но тогда будет нейтраль, первая, вторая, вторая. Эти будут одинаковые. То есть, с использованием имеющихся шестеренок не получится сделать здесь монотонно возрастающую последовательность. Можно было бы сюда поставить, если бы они существовали, шестеренки 14 на 18. То есть, сюда 2 зуба прибавить, отсюда 2 зуба отнять. И тогда получится монотонно возрастающую последовательность. Как это получается? 1 к 1... А, ну 18,14, чтобы было вверх повышение. Да, это меньше, чем 20 на 12, но это больше, чем 1 к 1. Ну, вот такая вот история. Но таких шестеренок пока в LEGO нету. Ну, и, возможно, не появятся. Они, наверное, не очень стыкуются с существующими рядами. Ну, короче говоря, вот чисто гипотетически вот такие шестеренки позволили бы в такой конфигурации эту коробку вернуть в правильное какое-то, в логичное состояние. Ну, на самом деле, я тут на коленки накидал еще один вариант того, что можно сделать с этой коробкой без каких-то кардинальных изменений. Можно попробовать добавить заднюю передачу. И тогда коробка у нас получится в таком варианте. Задняя передача, нейтраль, первая, вторая. Вот такая вот последовательность вполне здесь реализуема. Ну, по крайней мере, на коленке. Вот эти две шестеренки заменяются тремя восьмизубными шестеренками. Причем, если мы посмотрим, тут уже что-то опять отвалилось, по-моему, вот эта шестерня. Да, вот здесь как раз есть балка, то есть можно сюда вставить пин, и вот здесь вот три восьмизубые шестеренки поставить. По идее, они никак не могут мешать конструкции, потому что они все меньше по радиусу, чем используемые в наборе. То есть чисто теоретически вообще не должно быть никаких проблем, но, естественно, под нагрузкой я не проверял, не знаю, как это будет работать и будет ли работать. Ну, вот такая вот идея, если вдруг кому-то будет интересно попробовать, и вы попробуете, ну, пишите, получилось или нет. Что здесь получается? Здесь нужно еще изменить положение нейтрали. Нейтраль была у нас на верхнем валу, но здесь это станет первой передачей. То есть мы сюда добавляем 16-зубую шестеренку, а снизу наоборот 16-зубую шестеренку ту убираем. И нейтраль будет у нас теперь на нижнем валу. Вот сейчас как раз у меня нейтраль. Дальше что у нас идет? Сюда задняя передача. Вот у нас активировалась эта шестеренка, вот сюда на 8-зубые. И да, все правильно. Направление вращения, естественно, поменялось, потому что я добавил лишнее зацепление. Я продолжаю вращать входной вал по часовой стрелке. Выходной стал вращаться против часовой стрелки. Дальше нейтраль. Дальше первая передача. Вот снова стал вращаться по часовой стрелке. Один к одному отношение. И дальше следующая передача 20 на 12, которая у нас и была самой верхней передачей. Тут все без изменений. Ну, вот такой вот вариантик я накидал. Может, кого-то заинтересует. Но это скорее просто размышление на тему, а что же здесь можно было сделать. В общем-то, при том, что эту коробку вообще не видно в модели, непонятно как она работает, можно ставить исходную неправильную последовательность и вообще не переживать на этот счет. Ну и давайте еще раз вернемся к исходной коробке передачи этого набора. И его неправильную логику очень просто трансформировать в логику, приближенную к реальной жизни. Все, что для этого нужно, это нужно поменять местами нейтраль и вторую передачу. То есть одну красную 16-зубую шестеренку переставить на другой вал. А, соответственно, шайбу пустую от нейтрали переставить на тот вал, где была 16-зубая шестеренка. Ну, естественно, при условии, что конструктивно тут ничего не торчит и не будет мешать шестеренке. Ну, наверное, не должно быть. Я сейчас не буду это утверждать. Но, короче говоря, коробка передач сразу станет правильной. Будет первая передача нейтраль, вторая и третья. Но тут тоже есть нюанс. Тогда изменится логика работы вот этого переключателя. Как вы меня научили, вверх мы повышаем передачу, вниз понижаем передачу. И если просто поменять вот эти шестеренки, коробка-то станет правильной. А вот переключатель он будет в обратном направлении. То есть вверх будет понижение, а вниз будет, наоборот, увеличивать скорость. Как сохранить и его логику работы, это уже не такой-то реальный вопрос. Грубо говоря, за 5 минут на бумажке я не придумал, как это сделать. Тут точно придется менять местами шестеренки. Но поскольку тут несколько валов, и они все-таки тоже друг на друга влияют, да, ну, геометрически они там могут мешать друг другу, то это уже не так просто решить. Ну, кому интересно, рекомендую попробовать самостоятельно решить эту задачку. Если будет время, я, может быть, тоже попробую. Правда, я сейчас новую модель начал строить, и мне немножко не до этой коробки. Но я этот макет себе оставлю, и, может быть, на досуге подумаю, что тут можно сделать. И на сегодня я буду заканчивать. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео. Также вы можете поддержать мой канал материально, или присоединиться к немногочисленным спонсорам моего канала. Ссылочки, как всегда, в описании под видео. А на сегодня у меня все. Спасибо за внимание, и до скорых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok